Всем привет, с вами Кирилл и вы на канале Кирилл Гея. Мы сегодня мы играем на роде НРП первый сервер. Не забывайте вводить мой ник при эстрации, мой ник Кирилл Путбулуви. Если вводите мой ник и прокачаюсь до третьего уровня, я получу 250 тысяч и 150 тысяч и отдам вам. Также не забывайте подписываться на мой инстаграм, там будет много интересных фоточек из моей жизни, может быть будут стримы, поэтому обязательно подписывайтесь, ссылочка будет в описании. Ну что ж пацаны, сегодня я вам расскажу, как я просто просрал, можно так сказать, дом на Рублевке. Покупал я его вроде бы как за 8 миллионов и слетел он буквально банально, я просто забыл его оплатить, пацаны. Я просто забыл его оплатить, я не заходил на родину 2 недели примерно и забыл его оплатить. Хотя я был уверен, что он оплачен на 30 дней, но почему-то он не был, видимо, оплачен на 30 дней и он просто-напросто слетел. Давайте сейчас поедем к этому дому, я вам все расскажу, покажу и посмотрим, кто там новый владелец. Я думаю, это будет, пацаны, интересно. Да, пацаны, просто так нормально, я не могу доехать. Два долбоебика мне просто расстреляли машину, вот один, а второй уже оффнулся, короче, на Toyota Camry. Я просто ехал, никого не трогал, и эти два ублюдка взяли мне, пробили колеса. Просто взяли и пробили колеса, я, к сожалению, этот момент не снимал, хотя я написал, что я снимаю. Ох, какие полётики, пацаны, просто заебись. Да, вот это я охрененно просто поехал, показал вам дом, пацаны. Рублёвки называется, просто тачка в тотал. Сейчас, короче, поедем до заправки, я куплю ремку, и я надеюсь, что мы уже доедем, получается, до Рублёвки. Я вам покажу тот самый дом, который у меня слетел. Реально, дом очень классный был, очень хороший. Он у меня был, ну, долго был у меня, реально, он у меня долго был, около, наверное, полугода. Это мой был, по-моему, третий дом на Рублёвке, у меня там было три раза дом был, у меня там. И второй раз у меня дом слетел, понимаете? Я один дом тогда продал, а один дом у меня слетел, и второй дом у меня тоже слетел. Тупо у меня два дома на Рублёвке слетело, пацаны. Это довольно-таки печально, но я сам, как бы, виноват тем, что я не заходил и не оплачивал. Но, блин, реально дома были прикольные. Так, покупаем ремку, покупаем канистру, которая у меня уже есть, и едем дальше на Рублёвочку, я вам уже всё покажу. Я, пацаны, думал, срач в чате дальнобойщиков происходит только на другом проекте, я думаю, понимаете, о каком я говорю. Но нет, посмотрите, срач везде происходит. Здесь два чувака, там, один друг друга в ДС зовут, друг друга обзывают. Пацаны, просто классика, реально, это просто классика. Я реально в шоке, мне даже смешно. Я думал, такое только есть, ну, не на всех проектах. Но, оказывается, это есть на всех проектах, даже на родине, есть срач дальнобойщиков. Ну, как дальнобойщики, здесь они больше реализованы, как разводчики продуктов, но всё же. Типа, срач всё равно есть у них в чате, понимаете. Это просто, пацаны, классика. Срач в чате дальнобойщиков, это просто классика. И это есть, пацаны, на любом серваке, я так понял. Всё, пацаны, я приехал, и, блин, даже трудно вспоминать, какие дома у меня были. Я, давайте вам покажу, какие реально у меня дома были. Вот этот у меня дом был, я его продал. Да, вот этот у меня был, точно, я помню. Потом, у меня был дом вот этот. Сейчас я вам покажу, вот этот беленький тоже. Мне в основном были именно белые дома, потому что вот этот кирпичный дом мне не очень нравится. Потом, у меня, по-моему, был, либо вот этот дом, нет, по-моему, дальше. По-моему, дальше. По-моему, вот этот у меня дом был, если я не ошибаюсь. Да, по-моему, вот этот дом у меня был ещё. У меня, получается, 4 дома было на Рублёвке. И у меня был дом последний. Это вот этот, пацаны, домик. Вот этот дом у меня слетел, короче. К сожалению, да, он у меня слетел. Мои машины до сих пор там в гараже даже стоят. Но их потом заберу. Здесь какой-то Слава Семёнов, теперь владелец. Здесь, ну, печалька, пацаны, реально печалька, потому что это был мой дом. Видите, пацаны, он реально слетел, потому что здесь даже интерьер другой просто. Он пустой. Ну, скорее всего, он сам это выбрал, когда его ловил. Либо кто-то ловил его и выбрал интерьер. Типа, самому делать. Ну, блин, не знаю, самому делать, мне кажется, это сильно запарно. Но, возможно, он так захотел просто. Ну, я реально в шоке из-за того, что дом слетел. Я, типа, захожу такой вечером, хочу его воплотить. И смотрю я на вокзале. И понял, что просто у меня слетел дом. Мне вернуло 2 миллиона. Ну, уже меня этих денег нету, потому что я не вытюнинговал там и так далее. Следующая серия, пацаны, я планирую купить либо квартиру, либо какой-то недорогой домик. Напишите в комментариях, сколько купить можно дом вообще, любой. За 2 миллиона, например, можно купить дом или нет. Пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Я вам буду очень благодарен. Но так, я не знаю, либо квартиру просто купить, не париться, там, за 1600, может быть, в Южном. Либо просто купить дом. Пишите, что вы думаете в комментариях. Типа, как лучше купить просто квартиру, если даже нас идти, то не будет так жалко. Либо купить дом обратно. Ну, что ж, на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Войдите в мой ник при регистрации. И также подписывайтесь на мой инстаграм. В следующей серии я уже буду покупать себе либо дом, либо квартиру и свои машины перевозить туда. Все, всем пока-пока.